Еще недавно я и представить не могла, что из обыкновенной морковки можно сделать восхитительный торт. Он яркий, красочный, главное вкусный. А самое интересное, это то, что все, кто пробует этот морковный торт, очень его хвалят и не могут догадаться, из чего же он сделан. Смотрите внимательно, я раскрываю все секреты. Для начала мне нужно подготовить изюм. Для этого я выжму из апельсина сок и замочу его там. Мне потребуется всего один апельсин. Если у вас нет соковыжималки дома, то выжать сок из апельсина тоже очень просто. Вы можете просто взять вилку или ножик, проткнуть немного апельсин и выдавить его. Но главное потом процедить сок, чтобы не было никаких косточек или чего-то лишнего. Выливаем весь сок. И кладем изюм. Пока он там разбухает и замачивается, и пропитывается апельсиновым соком, я подготовлю остальные ингредиенты. Это будут грецкие орехи, которые мне надо предварительно, естественно, измельчить. Так будет достаточно. Уже достаточно мелкая крошка. И теперь я возьму тертую морковку и тоже ее еще немножечко прокручу в блендере, чтобы она стала еще более такая мягкая и пюреобразная. На самом деле можно брать и такую тертую морковку, ее никак не измельчать, но тогда в тортике она будет чувствоваться. Морковки нужно много. И добавлю масло, потому что очень сухие ингредиенты. И чтобы они хорошо размололись, нужно немножко жидкости. Еще немного. Ингредиенты очень сухие, поэтому здесь нужно чуть-чуть помогать блендеру. Ну, морковка уже чуть-чуть измельчилась. Это очень хорошо. Мне как раз и нужна такая консистенция пюре. Ну, такой консистенции мне будет достаточно. Получилось такое орехово-морковное пюре. Ну, такой даже можно салатик съесть. Это морковка, орехи, маслица будет очень вкусно. И, кстати, в морковке витамин А усваивается именно при наличии масла. Поэтому это очень полезно. Теперь подготовим уже непосредственно тесто. Мне понадобятся яйца. Яйца мне понадобятся целиком. Не нужно ничего отделять. Что тоже ускоряет процесс. Сахар. И теперь яйца с сахаром нужно взбить. Взбить их нужно очень хорошо, чтобы получилась такая однородная пышная консистенция. Постепенно добавляем оставшееся масло. Продолжаем взбивать. Когда сахар практически весь растворился и масса стала пышной, нужно добавлять сухие ингредиенты. Мука. Немного дрожжей. И корица. Морковка с корицей – это великолепное сочетание всегда. Особенно, если это какой-то сладкий продукт. Теперь пюре из морковки и орешков. Абсолютно все нужно взять. Не пугайтесь, что так много морковки. Это будет все равно очень вкусно. Поверьте мне, такое количество – как раз то, что нужно. Теперь чуть-чуть ложкой перемешаем, чтобы помочь. Миксирую, чтобы мука у нас не расплескалась. Вот так вот все перемешиваем, чтобы получилось такое густое тесто. Добавляем изюм вместе с соком. И опять все перемешиваем. Теперь я все это перемешаю миксером, чтобы все точно перемешалось в однородную массу. Все уже хорошенько перемешалось. Даже цвет стал более однородным. И теперь нужно заливать тесто в формы. Я возьму три формы, чтобы у меня получилось три коржа. На самом деле, вы можете выпекать и в одной большой форме, просто это будет гораздо дольше. И потом форму надо будет разрезать очень аккуратно, чтобы получился красивый торт. Поэтому лучше используйте такие вот три или две формочки. Конечно, сначала нужно их чуть-чуть промазать маслом. Смазываем по чуть-чуть, чтобы масла было немного, но у нас уже есть внутри. И промазываем полностью формы. Не забываем про края. Чтобы ничего не прилипло. И теперь выкладываем тесто. Теста у меня получилось очень много, поэтому наклонять такую посуду мне тяжело. Я воспользуюсь поварешкой. Выкладываем главное, равное количество. Поэтому сначала понемножку. И потом будем добавлять. Смотрите, чтобы изюм попадал во все коржи. Тесто у нас поднимется, поэтому заполнять форму до конца не нужно. Нужно всегда помнить, что мы используем дрожжи внутри, и тесто будет очень хорошо подниматься. Мне кажется, получилось ровно. И теперь нужно поставить тесто запекаться. Я разогрела духовку специально заранее, до 180 градусов, и теперь отправляю туда коржи. Выпекаться коржи у меня будут примерно 40-45 минут. Их готовность я буду проверять зубочисткой. А пока они пекутся, я сделаю восхитительный крем для тортика. Коржи из морковного теста получаются очень мягкие и вкусные. Для начала нужно выжать из апельсина сок, затем замочить в этом соке изюм и отставить его в сторону. В блендер высыпать орехи, добавить заранее натертую морковь. Измельчить все вместе. Влить половину растительного масла и снова измельчить. В отдельной посуде взбить яйца и сахар до состояния густой пенистой массы. Затем влить оставшееся масло и снова взбить. Добавить в смесь сухие ингредиенты. Морковь с орехами и изюм в апельсиновом соке. Хорошо перемешать, вылить в форму, смазанную маслом. Выпекать в духовке примерно 40-45 минут при температуре 180 градусов. Крем для тортика будет очень простой. Он будет состоять всего из трех ингредиентов. Ведь сам торт у нас был такой насыщенный. Поэтому крем нужно сделать нейтральный, но тоже очень вкусный. Это будут сливки, взбитые с сахарной пудрой и смешанные с сыром. Сначала нужно взбить сливки до густой крепкой пены. Для того, чтобы сливки взбились хорошо, нужно обязательно, чтобы они были очень холодными. Но здесь тоже главное не перестараться, чтобы сливки не стали маслом. Поэтому внимательно следите за этим процессом. Такой консистенции мне будет достаточно. Все очень взбилось хорошо. Теперь нужно немного взбить сыр, чтобы просто его размягчить. И теперь нужно все смешать. Добавляем сливки. И перемешиваем. Все, крем взбился. Посмотрите, он получился очень плотный. Это именно то, что нужно. И теперь нужно поставить его ненадолго в холодильник. Крем остужается. И теперь осталось дождаться, пока испекутся коржи. Пока коржи для морковного пирога стоят в духовке, можно сделать сливочный крем. Для этого жирные сливки нужно взбить с сахарной пудры до состояния густой пены. Отдельно нужно взбить сливочный сыр. Затем смешать обе массы. Должен получиться плотный, однородный крем. Коржи уже испеклись. Мало того, я их уже успела немного остудить, чтобы крем на них не растаял. И сейчас можно собирать морковный торт. Берем крем. Крем постоял в холодильнике, стал еще более плотным. И это очень хорошо. Размазываем аккуратно. Если вы хотите, чтобы у вас крем не растекался, обязательно остудите коржи. Теперь можно класть второй слой. И теперь новый слой. Также кладем крем и равномерно его распределяем. И последний. Стараемся класть ровно, чтобы торт получился ровный, аккуратный. Снова промазываем. Но уже здесь мы постараемся весь торт промазать этим кремом. Кладем чуть больше в середину. Размазываем края. И потом будем промазывать его бока. Здесь не нужно прямо добиваться такой глянцевой поверхности, потому что крем у нас сливочный, сырный. Он достаточно такой фактурный. Поэтому здесь просто достаточно так его распределить. Главное, это сделать равномерно. Так вот мы распределяем, и уже остатки у нас уходят на бока. И начинаем промазывать бока. Пока я это делаю ложкой, скоро воспользуюсь ножичком. Потом остатки надо стереть салфеткой, чтобы все получилось красиво и красочно, потому что уже торт переместить будет достаточно сложно. Поэтому стоит его делать сразу же уже в посуде, в которую вы будете подавать. Вот так вот у нас туда вот он уходит. Все уже практически готово. Осталось небольшое украшение сверху. Я взяла магазинное украшение, которое сделала не сама, но все они абсолютно съедобные. Вот такая вот розочка, и сделана она из вафли. И кладем ее в середину. И украшаем золотыми бусинами. Бусины сделаны из сахара. У меня немного вытекает крем. Он такими лужицами даже здесь рядышком. Видимо, я все-таки не до конца остудила коржи. Но это ничего страшного, значит, быстрее и лучше пропитается. Делаем такие небольшие веточки от цветочка. Здесь, на самом деле, можно фантазировать. Я думаю, если дать детям таких бусин, торт, они сделают что-нибудь необыкновенное. Украшение тортика, наверное, самая кропотливая такая работа здесь. Но одна из самых приятных. Здесь можно проявить свою фантазию. Сейчас очень много разных украшений. Все они съедобные. Есть фломастеры, карандаши. Все это всегда очень красиво, поэтому можно поэкспериментировать. Бусин тоже существует разное количество. И белые, и голубые. Можно сделать жемчужный настоящий торт. Для пирога нам понадобится 750 г моркови, 4 яйца, 220 г сахара, 300 г муки, 1 ч.л. сухих дрожжей, 300 мл растительного масла, 150 г грецких орехов, 50 г изюма, 1 апельсин и 2 ч.л. корицы. Для крема 200 мл жирных сливок, 150 г сливочного сыра, 35 г сахарной пудры. Для украшения сахарные бусины и вафельный цветок. Ну вот и все, украшение завершено. Торт получился восхитительный, мне кажется, очень аппетитный. Мало того, он будет очень интересный на вкус, ведь внутри морковка. Но поверьте мне, ваши гости об этом не догадаются. Делается он не очень просто и не очень быстро, но поверьте, это того стоит. А я уверена, получилось у меня, получится и у вас. Я Настя Латова, пока. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...